SCP-2006. Слишком страшный. Объект номер SCP-2006. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-2006 следует содержать в герметичной камере содержания в зоне 118. За объектом следует вести постоянное наблюдение. Все изменения его формы следует фиксировать незамедлительно. Для работы с SCP-2006 обязательно прохождение курса актерского мастерства с уклоном в изображение страха и удивления. Ежемесячный SCP-2006 следует показывать как минимум один невиданный им ранее фильм ужасов или научно-фантастический фильм с элементами ужасов. Как можно более низкопробный. При этом в ходе общения с SCP-2006 следует всячески поддерживать мнение, что данные произведения идеально передают суть ужаса. Описание. SCP-2006 аномальная сферическая сущность примерно 50 см в диаметре в исходном состоянии. По словам самого объекта, его цель вызывает чувство страха и или ужаса у как можно большего количества людей. Для достижения этой цели SCP-2006 может свободно менять свою форму. Объем, массу, плотность, химический состав и голос. На сегодняшний день неизвестно ни одного способа нанести SCP-2006 вред. Неизвестно также и пределы способностей SCP-2006 к самоизменению. На данный момент считается, что таковых пределов нет. На данный момент SCP-2006 имеет склонность к принятию формы различных существ и злодеев из фильмов ужасов и научно-фантастических фильмов, виденных им ранее. Чаще всего SCP-2006 принимает форму «Робо-века» из фильма «Робот-монстр» 1953 года. Даже в форме, которая не предполагает наличие речи, SCP-2006 сохраняет способность говорить. Как правило, SCP-2006 пытается внезапно и или планомерно напугать любого, с кем контактирует. Но достигнув своей цели, проявляет любезность и дружелюбие. Причина такого поведения на данный момент неизвестна. Несмотря на то, что SCP-2006 неоднократно утверждал, что его цель вызывать как можно больше страха, представление о том, что вызывает у людей страх, довольно посредственное. Объект постоянно ищет новые способы достигнуть своей цели. Способности по оценке выражаемых людьми эмоций у SCP-2006 также развиты посредственно, так как объект не улавливает тонких, но очевидных любому человеку различий в эмоциях. Протокол интервью SCP-2006. Интервью ведет доктор Луэв, опрашиваемый SCP-2006. Доктор Луэв входит в помещение, SCP-2006 сидит, пригнувшись рядом с дверью. SCP-2006 принял форму робовека. SCP-2006 выпрыгивает с места, поднимает руки в воздух. SCP-2006. Бойся смертный, я могучий робовек, трепещи от страха. Доктор Луэв взвизгивает, пятится, спотыкается и поднимает руку в защитном жесте. Доктор Луэв. Смилуйся, могучий робовек, не делай мне больно. SCP-2006. Смеется. Ха-ха, это я, док, неплохо я вас, правда? Доктор Луэв. SCP-2006? О, о боже, ну вы меня и напугали. Думал, всё, сейчас инфаркт хватит. SCP-2006. Да, я такой, док, ха-ха. Бу, доктор Луэв снова пятится. SCP-2006. Хе-хе, не растерял навыка. Так о чём вы хотели поговорить, док? Доктор Луэв. Да, мне было интересно, какое именно желание вами движет, побуждает внушать страх. SCP-2006. Не понимаю вопроса. Доктор Луэв. В смысле, зачем вы людей пугаете? SCP-2006. А, ну это просто прикольно, вот и пугаю. Такое уж я есть. Вот вы доктор, вы докторствуете. А я пугаю. Я самый лучший пугальщик. Вот поэтому, наверное, ума не приложу, что ещё может быть. Доктор Луэв. Что лучше, это верно, тогда я, пожалуй, пойду. SCP-2006. Заходите поскорей, я вам кое-что супер страшное подготовлю. Кстати, я сожру твою душу. Доктор Луэв. Выпустите меня, я тут от страха помру. Приложение. Действующий директор зоны 118 выпустил следующее информационное письмо касательно SCP-2006. Ко мне поступают сообщения о халатном поведении при работе с SCP-2006. Известно множество случаев, когда сотрудники, наблюдающие за показом SCP-2006 нового фильма ужасов, смеялись над объектом, известные насмешки над его попытками внушить кому-либо страх. Некоторые сотрудники подвергают сомнению присвоенный SCP-2006 класс Кетер. Хочу напомнить, что сущность класса Кетер оправдывает свою классификацию, вне зависимости от того, насколько безобидной кажется. Нет, SCP-2006 не буйствующий полубог и не регенерирующий сверхящер. Однако потенциальный уровень угрозы этого объекта не уступает другим Кетерам на содержании фонда. Задумайтесь над целью SCP-2006. Он хочет пугать людей. Представьте, что случится, если SCP-2006 нарушит условия содержания и узнает, что на самом деле пугает людей. Что будет, когда он узнает весь ужас войны? Если ему станут известны боязни и фобии, которые встречаются у каждого? Представьте, что будет, если он узнает, какой ужас может представлять собой ядерный апокалипсис или сценарий класса ХК. А теперь сопоставьте это с сущностью, которая обладает способностями к изменению формы без каких-либо известных ограничений. И вам станет ясно, почему ему присвоен класс Кетер. Все вышеупомянутые сотрудники получили дисциплинарные взыскания сообразно проступкам. Я не желаю, чтобы такое повторялось. Доктор Рэндалл Оуэнкс, директор Зоны 118. Доктор Рэндалл Оуэнкс, директор Зоны 118.